Документ о переименовании аэропортов подпишет президент России. Всенародная акция завершилась на этой неделе. Большинство жителей Чувашии отдали голоса за космонавта Андреяна Николаева. Какие изменения ждут Чебоксарский аэропорт? Из-за кого проголосовал глава республики? Подробности у Дмитрия Ковалева. Стать лицом воздушной гавани Чебоксар был достоин каждый из претендентов. В финале голосовали из-за легендарного офтальмолога Святослава Федорова из-за Чувашского просветителя Ивана Яковлева. Но в итоге лидером опроса стал Андреян Николаев. Глава республики отметил, что и сам проголосовал за дважды Героя Советского Союза. Это еще хороший такой этап в нашей жизни, совместной нашей деятельности, чтобы аэропорт носил имя Андрея Николаева. Мы горды своими великими сыновьями. Но и в данном случае Андреян Горч Николаев, наш великий легендарный сын, третий космонавт с первой бригады космонавтов. Но великому имени Чебоксарский аэропорт должен соответствовать. Перспективы воздушной гавани зависят от инвесторов. Первый этап реконструкции начался. Второй этаж аэровокзала долгое время пустовал. Недавно начался капитальный ремонт. И именно здесь расположится зона вылета для пассажиров. На первом этаже, там где сейчас располагаются залы ожидания, будет обустроена зона прилета. Инвесторы отмечают, пассажиропоток значительно вырос, а вот условия пребывания в аэропорту пока далеки от идеала. Работы начались, но стоит набраться терпения. Порядка восьми месяцев только делается проект. Очень много согласований федеральных, региональных и прочих. Значит, проектная работа идет. Будет заниматься, по всей видимости, этим проектный институт очень большой. В ближайшее время узнают жители и пассажиры. В планах договор, значит, наш говорит о том, что мы в 21-м году должны это здание привести в соответствие нормам, требованиям. В ближайшие годы будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка и зона стоянки самолетов. Поддержку пообещали оказать и в федеральном центре. Спрос на авиарейсы неуклонно растет. Сейчас воздушные суда из Чебоксар летают в Уфу, Санкт-Петербург и Москву. Быстро за один час долетаем до Москвы и с ребенком в особенности. Часто пользуетесь? Да, постоянно. Я, как правило, на самолете летаю. По крайней мере, Москва, Чебоксар. По прогнозам, в этом году аэропорт перевезет порядка 300 тысяч человек в перспективе и открытия новых рейсов. Еще ряд других маршрутов межорегионального значения будут открыты, потому что стоимость билета субсидируется. И наша задача в течение трех, максимум пяти лет, привезти аэропорт на другой уровень, на другой облик. Мы делаем все возможное, делаем максимально, чтобы как можно более комфортным были перелеты. Мы работаем активно с авиаперевозчиком. Очень многие перевозчики приходят сюда, скажем так, по коммерческим и финансовым договоренностям. В ближайшем обозримом будущем, нескольких лет, семи, наверное, десяти, я думаю, 500 тысяч пассажиров. Это реальная цифра, которую можно здесь сделать. После реконструкции на фасаде аэровокзала появится имя третьего космонавта планеты. На время строительных работ в одном из залов установят мемориальный уголок Андриана Николаева, за которого проголосовали более 36 тысяч человек. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика.